у нас сейчас 5 часов вечера 17 00 у меня уже был второй прием пищи минут 15 5 я поела свои ленивые голубцы 3 помидорчика съела все 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 больше ничего и вот вышла сейчас отхожу я сегодня утром не выходила то есть спорта у меня моего не было но я отдела сейчас спорт отдела кроссовочки это в очень хорошем темпе хорошо идти здесь новый асфальт новый асфальт хорошо и те то здесь тоже корни деревьев по поднимали асфальт были и так стрёмненько было идти сейчас хорошо сейчас прячу телефон набирают темп и просто быстро и быстрая ходьба у меня не спортивно нет быстрая ходьба я дышу 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 хорошо но сейчас четыре километра я точно пройду точно 4 будет так что находите возможности не ищите причинки не ищите все в наших руках нам нужны факты показываю себя во всей красе спорт спорт это хорошем темпе классно классно дышу хорошо вот общение мне сейчас абсолютно никакой не нужно нет я сегодня наобщалась а поэтому и хорошие не надо искать отмазочку знаете я была сегодня занята вот так и так ну ладно я пойду завтра нет попросили себя аккуратно и вывели себя так пожёстче собой давай быстренько делась и вышла все нужно обязательно подвигаться подышать отработать и так идти в темпе не просто я погуляла я надышалась я себе нагуляла вернее даже аппетит да аппетит нагуливается на чистом воздухе да только когда у вас медленная такая ходьба вот тогда нагуливается аппетита есть у вас хорошая ходьба нет знаете почему нет потому что из гликогена мышц выделяется молочная кислота а это как лактат и вам не хочется есть поэтому нужно побыстрее ходить побыстрее двигаться ну то есть короче должен быть темп ну все мои хорошие себя показала рассказала вы на меня посмотрели да я не вружка из иолиса я все отрабатываю и так постоянно у меня постоянство только постоянство вот постоянстве будет результат и похудение и форме тела ну и конечно на выздоровление и хорошие я пригнала пригнала я не погуляла нет я пригнала я ж не хожу гулять я или побежала или я погнала нет я не хожу гулять нет одел очки я вообще без очков ну так как я смотрю в камеру я должна что-то видеть да во всяком случае себя должна видеть одела халатик своего ребенка мне он очень комфортный очень комфортный значит так заводила себе чай вообще чая завариваю заварнички как положено но так как у меня сейчас не очень комфортно здесь то все разбросано сама не знаю где что искать в какой коробочке в каком ящичке такая заварку положила прямо в чашку у меня красивая чашечка у меня чайная пара это людочка подарила мне такую чайную пару не степанкевич людочка не другая дачка и я взяла себе еще чернослив 3 черносливины ну конечно кипяточком прошла но очень вкусный вяленый вяленый чернослив очень вкусный поэтому если вы хотите что-то сладенькое вот вас прорывать вы пьете любые чаи вот если вам нравится вечером пить чай мне вечером приятно пить чай приятно утром нет не мое а вечером да я могу выпить но не каждый день не каждый день да черный чай пейте зеленый травяные чаи кому какие нравятся чаи такие пейте значит я взяла 3 черносливины я тоже съела черносливку розеточку турецкая такая красивая розеточка меня положила сюда чернослив чернослив да пожалуйста низкий гликемический индекс только 30 или 35 то есть низкий гликемический индекс гликемический индекс это подъем скорость подъема сахара крови да чернослив для людей которые следят за своим весом да это лучший сухофрукт сухофрукт для нас лучший не изюм не курага а чернослив это хорошо кто-то может положить себе ложечку джема или какое-то варенье готовьте для себя не очень сладкое конечно нормально абсолютно вы на этом не растолстеете нет и срыва у вас не будет я себе всегда позволяю если захочу какую-то столовую ложку джема я положу розетку себе обязательно это всегда показываю да всегда это нормально вот так вот обманываю мозг небольшим количеством глюкозы есть только один вариант обмануть свой мозг так пьем чай да вкусный чай очень вкусный чай пить за хотела пить мои хорошие значит я по дороге заскочила о я же не гуляю и заскочила в аптеку я на днях купила мне нужен был витамин а витамин е жидкий жидкий да но мне как бы фармацевт дала а и кул да я пришла домой а я решила сделать себе крем вот мой крем допустим белком я пользуюсь белком крем и я добавляю туда еще то что я сейчас вам расскажу да но мне нужен был витамин а витамин е жидкий она мне дает я прихожу домой готовлю крем а здесь у меня еще не только ретинол витамин а а здесь еще бета-каротин бета-каротин значит крем желтый у меня и фейс лица у меня такой был как этот капюшон мне это не подходит вот это выкинуло мне это не надо значит у меня сегодня новый крем новый крем я делаю новый крем люди новый крем да я вспомнила я в Турции мне дети подарили более пантенол пантенол это немецкий производитель пауэркарта да немецкий производитель вот но это не обязательно дорогой крем покупать я купила дешевый крем дешевый это 100-100 сентагрин там 118 или 116 или 106 тернополь украинский крем пантенол пантенол плюс не надо покупать что-то дорогое пантенол но есть дарница пантенол он дороже будет 180 гривен гель нам не нужен гель нам нужен крем вот крем беленький беленький крем внутри да что мы делаем мы берем этот пантенол немножко какую-то свободную баночку от крема да немного да и будет вам на несколько раз допустим да можете сразу побольше готовить себе крема я немного на раза три-четыре сделаю себе да значит я с кубикой сюда выдавливаю крем пантенол пантенол и что мне нужно добавить желательно добавить витамин а витамин е жидкий буквально по пару капель значит бета-каротин мне не надо брать его я купила витамин е витамина а нету не страшно у меня будет витамин е пару капель кап 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 сделаю да допустим еще капельки 2 2 3 можно в зависимости сколько крема вы положите в эту баночку я еще положу витамин d у меня вот турецкий этот производитель да витамин d значит пантенол крем витамин d витамин е жидкий по пару капель и у вас будет прекрасный вечерний крем для лица пантенол ну для жога крем а тут для лица то есть супер просто супер крем и и многим понравится пожалуйста всем понравится дешевый бюджетный крем для лица пантенол витамин а витамин е витамин d но если у кого-то чего-то нету не страшно не страшно ну вот такой крем у меня будет приготовлю такой крем ну что а сейчас буду пить чай сладеньким черносливом утречка следующего дня начало 9 25 минут 9 пробежка меня сегодня по причинам не будет стала я в 4 по старому по новому в 5 выспала станечка в кавычках первая чашка кофе у меня была где-то 7 пол восьмого без ничего и сейчас 2 чашечка кофе у меня кофе пеночка ушла наливаю немножко сливок сколько наливают сливочек сейчас посмотрим мне очень очень невкусно молочный кофе вот так приблизительно если что еще капочку сделаю все не буль-буль-буль кто-то скажет это калории сливки молоко нет у меня так не бывает у меня так не бывает может еще немножко налью но вряд ли если молоко то это буквально чайная ложка если молоко так у меня кофе это вторая чашка и у меня вот орешки грецкие и сыр мягкий очень вкусный сколько сыра ну приблизительно максимум 20 грамм может быть даже не будет 3 ореха все орехи не переедаем это жиры не переедаем нажмение на лущеный горюхи нет 3 орешка у меня крупные орехи очень и сыр или бутики малыши у кого-то твердый сыр грамм 30 сливочное масло до маслины у кого-то орешки на выбор может быть да это насыщение вот это насыщение есть буду следующий раз ну как бог даст тут у меня ситуация такая ну не раньше чем 12 часов сто процентов мои хорошие вторая чашечка кофе у меня сыра весело да а ешь его достались сыр села я обожаю молочку обожаю молочка это моя еда я просто живу на молочке как есть мясные люди да им нужно только мясо то мне нет ни молочка сыры любые сыры любые но ближе расположены к мягким сыром да творог это моё ряженки колотуши резни дужи подобаются дужи подобаются сырничные запеканки мне тоже нравится но стараюсь не так делать потому что это такие продукты провокаторы конкретно приготовленные когда они да творог сладость изюм какая-то допустим другая ягодка сухофрукты я имею ввиду да нет кто хочет похудеть сразу уходить от этого если едите то не добавляете сахара поменьше поменьше да кокосовая стружка ну что-то такое заменяете без сахара потому что будете есть есть и вы этой едой не насыщаетесь если сладкое что-то будет цирковая масса какая-то нет только не сладкое должно быть мои хорошие значит я сейчас перед вами нахожусь в халате в домашнем халате вчера была в халате своего ребенка да но это же youtube обязательно кто-то напишет своего халата нету наверно да обрадовалась станет что влезла в халат ребенка обрадовалась конечно обрадовалась еще как обрадовалась вообще мои хорошие вообще пышный кстати такой мягкий мягкий халат халаты одеваю очень редко я не люблю халаты я не халатная я брючная я футболочная я спорт по дому я ведь я просто найти электровейник электровейник электрометла я постоянно себе нахожу какую-то работу а что-то я в халате буду работать лазать что-то что я в халате буду делать сидеть в кресле пить кофе общаться по телефону нет мне кажется я не в порядке когда я в халате да переодевайся тоже его а что-то делает этот халат ну халат это так вышла с ванной да я могу посушить волосы феном в халате все все я полчаса по квартире туда-сюда в халате ходить не буду поэтому халаты это не мое в комнате это у меня комнатные брючки вот есть свои такие удобные очень на резиночки комфортно какая-то футболочка домашняя туничка домашняя да вот а халата нет поэтому сейчас пью кофе кайфую в халате и потом пообщаемся с вами это мое все я в своей форме я когда вижу окошко когда выносят мусор в банном халате или идут по воду в билет в банном халате каких-то тапочках сразу себе знаете так танечка лучше быть одной чем рядом с кем попало читаем комментарии значит так такой комментарий написала комментарий светочка здравствуйте дорогая учительница и мой мотиватор ухтыка классно давно не писала на видео смотрю регулярно до конца и ставлю лайки замотивировали для комментарии ваши слова для комментария ваши слова не сошла с правильного пути я с вами два года похудела с веса девяносто два килограмма до шестидесяти восьми люди это факты девяносто два килограмма было у светы сейчас шестьдесят восемь это факты нам нужны только факты это сколько человек сбросила 24 килограмма получается так ну да ничего себе сейчас на удержание веса канадская граница не больше семидесяти килограмм правильно светочка вы поставили канадскую границу то есть у вас есть расстояние если у вас будете будет вес шестьдесят девять немножко будете набирать да не страшно у вас есть граница 70 рубеж не переходить все вот это самое главное так вот в апреле уехала на заработки в польшу очень тяжело работала не было времени возможности придерживаться ваших рецептов но но старалась покупать правильные продукты вкус их продуктов не сравнить с нашими так же дураку понятно но не было выхода нужны были силы чтобы жить и физически работать все равно каши не ела молодец вот основа какая база фундамент знаний вот это самое главное картошку не ела беконы колбасы сосиски проходила мимо хотя это было бы быстрее но у меня в мозгу так и зацементировалась ваша информация что устояла три месяца питалась яйцами молочными продуктами мясом печенью субпродуктами не покупала выпечку сладости хотя этого всего было просто завались боялась а чтобы таня сказала увидим как ты светочка покупаешь вот это все да вот это мотивация да это мотивация огонь цвета приехала на украину приехала в украину сразу на рыночек за нашим салом и молочкой вот это вкуснятина на и краще на и краще продолжаю быть с вами спасибо вы мой доктор и учитель я то света что написала вам стих помните кто кто с экрана много лет говорит фискульт привет света моя хорошая напишите повторить это стихотворение еще один раз пожалуйста извините я не сохранила его вы будете его где-то записала и куда-то положила я не помню пожалуйста напишите еще один раз это светочка написала кто с экрана много лет говорит фискульт привет мои хорошие как классно а какой свето результат да человек работал в чужой стране да физически да он не сошел стропы стропы здоровья стропы нормальной жизни человек не набрал вес человек знал что есть самое главное у человека есть знание самое главное это фундамент вот это не надо вот это не надо вот это ты находишь альтернативу уходи от этих сладостей замени вот этим вот иногда мне хочется сладкого мне достаточно молочки для меня это сладко для меня это классно вот сладкого хочет я беру баночку йогурта десятипроцентный допустим да греческий йогурт я съедаю баночку не ложечку баночку когда-то люди ели стаканами сметану жили здравствовали красиво смотрелись цвета нам очень приятно у вас хороший результат вы выдержали сюда вы далеко были от своей земли от своего дома до от своего питания и вы пристроились молодец цвета вот сейчас у меня такая обстановка не очень комфортно да я сегодня тоже готовила еду ну так постараюсь показать если получится если не получится сразу рассказывая сегодня сделала пошла у меня была селедочка макия с 1 маленькая 1 я быстро с утра отварила два яйца луковичка сливочное масло домашнее все на блендер а у меня судочек форшмака настоящего это сытно это полезно это здорово это починка каждой клеточки моих сосудов это стойка моего тела в каждой клеточке я переживаю за себя я не буду говнопродуктами запихиваться с утра какие-то овсяно блины я чё у меня же еще тут нормально все нет нет это не моя пища это та же каша только профиль те же яйца только профиль знаете да яйца в любых исполнениях мы с вами едим да кто-то омлет сделать неважно какой об этом помидоры шакшука там грибы что-то еще шпинат что хотите да кто-то смятку яйца кто-то мешочек яйца кто-то яйца пашот готовить ну любое исполнение точно так и вот эти овсяные рафинированные хлопья да конкретно шелуха снята внутри крахмал люди едят крахмал и говорят я вот худею на вся на блине на крахмале курики это же крахмал крахмал худейте а я так не хочу я хочу стройнеть худеть и развиваться и развиваться я не хочу тухнуть я вижу как люди смотрятся на все на блинах вижу вижу это же видно все я скажу вся краса ваша чудово у вас на лице видно все вы посмотрите на людей которые конкретно прицеплен какому-то питанию к это питание да ну посмотрите как выглядит кумир кумиров доктор китозник посмотрите внешность его да он раньше выглядел нормально он был похож на нормального мужика но немножко стукнуть нужно было и все посмотрите сейчас он вам нравится внешне щетинка легкая чтоб вскрыть красоту свою спрятать красоту от такого питания от такой диетки страшной страшной просто ну короче люди мы с вами молодцы у нас адекватное сбалансированное питание это это супер человек придерживается даже будучи за границей молодец я пиши стишу обязательно пиши мои хорошие не прошу и пять часов как мы с вами вместе опять даже не пять шесть я конечно не было сегодня на своих пробег крышках проходках нет я сегодня столько намотала я бегала три раза в эпицентр там одно освещение приношу домой вещь здесь совсем другое освещение совсем другой цвет и опять в эпицентр оказывается чтобы сдать товар нужен паспорт какой-то документ я за паспортом я опять в эпицентр опять выбираю ну то есть люди мы не будем сравнивать походы на рынке походы в магазин там затасканные я такая уставшая сегодня потом это все в нерве это же не просто так я там пообщалась сама собой на злым таким словом освещение там совсем другое освещение мне кстати люди рассказывали покупали диван привезли домой диван им а дома совсем другое освещение они назад это диван поэтому не будем в счет водить наши походы по рынкам и по магазинам да вот спорт это отдых для меня этом намотаюсь такой скоростью с такой скоростью я отдыхаю я прихожу домой я горы переверну уже ничего не хочу я уже столько намоталась а в нервах но продолжаем дальше да мы не сдаемся нет мы общаемся я вот сейчас хочу прочитать комментарии зоечки зоечка только сейчас буду читать ваш комментарий у вас два комментария есть комментарии которые вы написали почти три недели назад на тот немножко позже сейчас прочитаем а вот вчерашний комментарии Давайте прочитаем комментарий. Зоечка написала. Здравствуйте, дорогая Татьяна. Пишет вам Зоя. Я с вами и нашим сообществом давно. Я всю свою сознательную жизнь борюсь с весом. В своей истории жизни я рассказывала. Была я и толстая, 98 килограмм. Была и анорексия в 2011 году. В общем, поиздевалась над своим организмом и над телом довольно сильно и много. Пишу для того, чтобы поставить огромный восклицательный знак в ваших словах про влияние гормонов. 30 ноября 2021 года мой вес был опять большой, 97,700. Питалась максимально правильно. Питалась максимально правильно. Ходила в тренажерный зал. И бесполезно. Сдала анализ на ТТГ 4,8. Но это конкретный гипотиреоз. Люди, хоть лопните. Диета, фитнес-клуб, плавание. Если нарушение гормонального баланса, гормоны не в порядке, вы ничего не сделаете с собой. Ничего. Сдала, значит, на ТТГ 4,8. Платный эндокринолог посадила на редуксин. И диета с шестиразовым питанием без жиров. Люди, мне кажется, они недоразвитые. Они же массово. Они недумающие. Редуксин. А причину? Почему человек поправился? Ты что, не бачишь? Эндокринолог. Но тут конкретный гипотиреоз у людей. Тут конкретный гипотиреоз. 4,8. Какой редуксин? А? Диета с шестиразовым питанием без жиров. Человек не будет насыщаться. Нет жиров, нет насыщения. У человека репродуктивный период. Ты же посадишь гормоны все человеку. Нет гормона. Нет одного, второго, третьего. А им нужны жиры нашим половым гормонам. Гормон, стероиды, витамин Д. Жирорастворимые. А как это без жиров? А витамины К, Е, К2, жирорастворимые. Как человек будет существовать? Да, он будет существовать. Доходить до ручки. Шестиразовое питание. Ты зачем развиваешь человеку инсулинорезистентность? Постоянный инсулин. Постоянный инсулин уже не опускается. Там же постоянные углеводы. Жиров нельзя. Человек будет жить на кашах, на каких-то углеводах медленных. Вы вообще представляете? А если бы человек не отдумался и не начал бы с собой заниматься? Крышка бы. Привет семье! Так, дальше читаем. Вот, и платные, платные, платные люди. Спаси, сохрани, Господи, когда заходишь в кабинет к этим белохалатникам. Нужно говорить. Так, дальше читаем. Ну, страшилки просто. И тут я наткнулась на вас, стала изучать. Сама рассчитала гормоны. Конечно, сначала методом проб и ошибок. Нормально, нормально у всех так. В первый месяц меня покинули в 6 килограмм. Понятно? Эндокринолог платный. Вас, Зоя, сделала. Платный эндокринолог. Сделали вас. Молодец, Зоя. Без редуксина, да. Ну, не с кем там разговаривать, не с кем. Потом, конечно, вес уходил немного медленнее. Сегодня 30 октября 23 года. Мне 53 года. Вес 77 килограмм. Размер одежды 50. И больше 45 лет мне не дают. Работаю, получаю пенсии. У нас зона ЧАЭС. Вкусно, сытно кушаю. Человек вкусно, сытно вкушает еду. И жирную тоже. И постранел человек. Читаем, читаем. Плаваю в бассейне 4 раза в неделю. Иногда общаюсь с внуками. Старшему 11, младшему 6. Отдыхаю. И молю Господа о мире для нас всех. Аминь. Мы все просим Господа. Аминь. Спасибо вам огромное. Ваша тема, напоминание, очень необходимый людям. Да. Продолжение. Приношу дополнение. Неделю назад сдала анализ на гормон ТТГ. Результат 1,48. Эндокринолог. Слышишь? Результат 1,48. А холестерин 5,6. Сделали. Эндокринолога, да? А ты не знаешь, эндокринолог, почему холестерин 5,6 хороший? Потому что понизился гормон ТТГ. Стал 1,48. А когда 4,8 был, конечно, холестерин был выше. Обалдеть, да? Обалдеть. Ну, да. Лекари. Вот такой комментарий от Зоечки. Ну, вообще, человек на правильном жизненном пути. Сам. Все сам, люди. Услышьте, пожалуйста. Сам. Сам. Сами. Сами. И все получится. Зоечка, читаем ваш второй комментарий, который вы написали, ну, приблизительно 3 недели назад. Здравствуйте, дорогая Татьяна. Пишет вам Зоя. В прошедших лекциях вам задавали вопрос, как вам живется одной? В лекциях, да? Ответ я ваш помню. Хотела тоже написать по этой теме, но никак не получалось. А вот сегодня я хочу излить душу вами, нашему сообществу. Я вышла замуж в 18 лет. Как сейчас понимаю, это была ошибка. Ну, как родители могли это позволить, а? Да никогда в жизни, никогда, никогда. Ни я, ни мой ребенок, я в 27 лет еще не могла созреть замужеству, к замужеству, потому что я понимала, что это такое. Это же нужно мыть, убирать, стирать, маленький ребенок. Как это? Я это понимала. В 18 лет и сама еще дурко. В 19, 20, то же самое. Все мама делала. Я не хотела замуж. Я видела, как живут мои одноклассницы, которые повыходили замуж, вот так таскаться с детьми, с этими мужиками пьяными или что-то еще, поразводились по три раза. Один ребенок от одного, а другой от второго. Что это за жизнь? А бы как? И точно своему ребенку говорила. Катенька, дочься, а вы ходят рано дуры замуж. Замуж рано. Не выходи. Нужно закончить вуз. Нужно увидеть мир. А там будет видно. А там будет видно. Так. Вон вот с головой. Да вы что? Нет. Парням то же самое. Вот спрашиваю, сколько тебе? 27. Рано не женись. Нужно получить образование. Ну, если еще нет, то, допустим, образование. Да, нужно дойти хорошую работу. Нужно жениться парню тогда, когда ты можешь обеспечить свою семью. Не можешь? Нет? Все. Ну, все. Ребенка своего можешь обеспечить, когда он тебе скажет, папа, я хочу вот этот велосипед, ты мне купишь? А ты не должен сказать, пойдешь к деду, попроси у дедушки, пусть бабушка тебе купит велосипед. Ты должен купить велосипед своему ребенку. Не спихивать своих детей на родителей, на своих. Только тогда можно жениться, выходить замуж. Когда ты будешь мужу все готовить, и дом будет на тебе. Все хозяйство. Хочешь так? Нет? Значит, замуж еще рано. Не созрело. Так, ну хорошо, читаем дальше. 18 лет, Зоечка, вышла. Но в этом возрасте и в то время мы расчеты не делали. Да дело не в расчетах. Нужно думать, это тяжело. Замуж это ж не просто брачная ночь первая и все. А дальше что делать? Дети выросли, у меня прекрасно самодостаточные сыновья и два внука, 12 и 7 лет. Мне 52 года. Работаю бухгалтером, плюс пенсии, живем с мужем вдвоем. Но по факту уже много лет одна. Моего супруга совершенно не волнует, что со мной, какие дела, какие интересы и так далее. Самое интересное, что внешность у меня хорошая. Вес 77, я не жирна, не страшна. Одеваюсь очень, очень даже модненько. А в душе и в жизни я одна. Мой муж увлекается коллекциями, значков, монет. Любит вечерком водочку с пивком. И рыбкой. В общем, как-то так. Я понимаю, что к нам относятся так, как мы позволяем. Поэтому я поступила по-другому. Разводиться смысла нет. В квартире живем, каждый в своей комнате уже 5 лет. Я живу так, как хочу я. Нужно любить себя. Слежу за качеством жизни своей. Живу, питаюсь по вашим рецептам. Плаваю в бассейне 4 раза в неделю. Слежу за весами, формой тела. Встречаюсь с хорошей знакомой в сауне. А сейчас заказала путевку в один из хороших городов на 7 дней. Мои узнают, когда я буду там. В общем, живу, как мне надо. Для продления своей жизни. Поэтому полностью с вами согласна. Одно и не скучно. Если ты сама интересная личность. А можно 35 лет жить рядом с человеком, которому ты не нужна. И он тебе не нужен. Мира всем, любви, счастья, главное долголетие. Ну вот такой комментарий от Зоечки, да? Вот люди пишут. Так как вы живете, очень многие семьи живут. Удачи вам. Еще сколько семей вот так живут, да? Еще сколько семей. Ну вообще у нас считают, если человек живет один, это все. Это отсутствие востребованности, да? Телефончик молчит. Ты никому не нужна или ты никому не нужен. Никого нету рядышком. Никуда тебя никто не приглашает. В кафе тебя никто не приглашает. По путевке ты одна, да никогда в жизни никуда не поеду. Все. Значит, это человек один. Живет один. Все. Никому не нужен, да? На самом деле, одиночество – это не отсутствие людей рядом. Люди. Это не отсутствие людей вокруг. Это, в принципе, так все думают, да? Когда на территории один человек живет, все, это одинокий человек. На самом деле, одиночество – это отсутствие одного человека у тебя самого. Ты себе не интересен, неинтересно себе вообще. Ты пустая для себя самой. Тебе неинтересно быть одной. Ты пустое место. Тебе не с кем поговорить. Тебе не с кем пойти в кафешку, сесть, да, ножка на ножку, выпить кофе, да? Даже с кем-то пообщаться, улыбнуться, да, друг к другу. Не важно, это женщина, это ребенок, не важно. Человек считает себя одиноким. Человек не способен себя занять. Человек себе неинтересен. Это вообще все идет еще с детства. Вот есть дети, которых не видно, не слышно, они постоянно придели. Я постоянно заглядывала в комнатку, что делает моя Катенька. Она сидит за письменным столом и разрисовывает барби, картинки. Или она сидит в манежике и играется. Я ее не слышала, своего ребенка. И сейчас точно так. Она говорит, я не могу, я устаю от этой массы, от этого гала-гала-гала. Нет, 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 нет. Только спокойненько, только одна. Она тебе получает удовольствие от себя. Она при деле, она чем-то занимается. Ей очень интересно. Вот быть одной. Она при деле, она занята. Она получает от себя удовольствие. Она не зависит от людей, от чего-то мнения. Есть люди, которым нужна компания, какая-то тусовка. Люди себе неинтересны, им нужно группироваться. Бывает компания, ни о чем. С этими людьми неинтересно. Ты пошла, но пообщаться тебе с ними неинтересно. У вас все разное, допустим, да? Или какая-то пустота. Мне неинтересно с этим человеком. Как я говорю, лучше быть одной, чем рядом с кем попало, да? Кто-то говорит, семья выручает. Семья выручает. Люди, не рассказывайте нам. Мы знаем, как сейчас живут. Вот как Зоя написала. Каждый в своей комнатке. Пивасик, водочка, рыбка. На свою супругу никакого внимания, да? И вот когда люди живут на одной территории, это усугубляет одиночество. Вот лучше бы, когда они жили порознь отдельно. Он не одинок, допустим. Почему я одинока, да? У меня своя квартира. У меня есть ребенок, который живет. Дети должны отдаляться от своих родителей. Они вылетают из своего гнезда. Это же как классно. Я спокойно за своего ребенка, да? У меня есть люди, с которыми я общаюсь, да? Мне хорошо, когда я одна на своей территории. Мне очень хорошо. И я кайфую. Это моя крепость. Это мое царство. Мне здесь хорошо. У меня все под себя здесь. Я получаю удовольствие. Мне нравится принимать гостей. Ко мне приходят люди. Я общаюсь, да? Я не одинока. Очень не одинока. Очень не одинока. Я просто живу на своей территории. Я живу в своей квартире. Ну, то есть мне классно. Мне классно. Кризис среднего возраста. Кому за 45, допустим? Да, мужчина думает. Ну, все. Я ничего не добился. Какой-то убогий брак. Какая-то страшная машина 100-летней давности. Плохие отношения с детьми. Жена. Ну, допустим, женщина, то есть, да? Думает. Я несчастная. У меня ничего в жизни не получилось. Нету любимого человека. На меня никто не обращает внимания. Никто обо мне не заботится. Никто не дарит мне подарки. И вот такие кризисы ведут к депрессиям. Все очень плохо. Поэтому нужно стать себе интересной. И тогда к вам, тогда к тебе подтянутся такие же независимые, самодостаточные люди. Станьте себе интересной. Мои хорошие, мы с вами сегодня пообщались. У нас такая тема немножко о похудении, немножко о здоровье, немножко о жизни, да? Ну, бывает и так. Бывает и так. Я сегодня с вами прощаюсь. Я хочу поблагодарить всех вас за просмотр моих видео. И благодарна всем вам, конечно, за общение. Обязательно пишите. Мы читаем комментарии. Мы советуем друг другу. И я благодарна всем за лайки. Большое всем спасибо. Мои хорошие, как всегда, всем Божьей помощи и Божьего чуда. Всем до встречи. Дальше будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok